У меня маленькое отдельное видео, где я уже говорил про этот материал. Мало ли там до конца мало кто досматривает, а вдруг кому-то понадобится вот такой вот, такую вот жестянку оцинкованную можно сделать из, ой, из профиля. Вот у меня гнутый профиль. Я из него могу его превратить вот в такую вот штуку. То есть как мы это делаем? Разгибаем. Вот у меня наковаленка, молоточком аккуратненько. Главное вот уголки. Вот они. То есть у меня какие-то клещи, не клещи, вот и бокорезики. Сейчас я вот так немножко их отогнуть, потому что есть тенденция замять их внутрь. И все, и пошло. Ну вот. Зачем это может быть надо? Мне вот надо было прибить железяк. Вот я ее выпрямил вот эту, чтобы кусок длинный, широкий. Вот поэтому консервная банка мне не подходила. Ну вот сейчас я задумался, из нее можно, наверное, сделать вот, делают эти печки для котелков армейских. То есть как раз там надо по кругу длинное, легкое. Как раз где-то по высоте именно то. Ну еще померить надо то, что надо. Ну и, соответственно, опять же, ничего не стоит. То есть это из отходов. Сдать металлолом тут, не знаю, что 200 грамм, наверное, и не будет. И как жестянки их не особо любят. В то же время, если вот я ее сильная такую, она была еще сильная такая же, вот как вот эта изжеванная. Поэтому она так немножко кривая. Если она из... Ну, вот остатки, так сказать, ну вот резали, делали у перегородку что-то осталось, хотите сделать, то она у вас будет довольно ровная. Вот здесь какие-то еще и ребра жесткости. То есть тут она вот даже не сильно-то и гнется. Так вот, если правильно ее сделать, все получится. Такой вот неплохой материал для каких-то таких вот работ по дому. Все, до свидания.